всем привет вы на канале сурнов никита мы продолжаем играть в диннити оригинал sim 2 вот я короче немножечко отдохнул съездил в питер когда-нибудь в этот видос увидите вот а сейчас я потихонечку чтобы не дропнуть игру потому что игру я как бы хочу пройти но когда она слишком насыщенная да вот так вот особенно когда ты вслух это все читаешь говоришь устаешь связки голос горло мозг вот это все немножко напрягает так от чем и не злутали этот а этот чуть не забыл как играть надеюсь запомню вспомню точнее так ну мы отправляемся значит к нашему чувачку для которого мы нашли сюда для которого мы нашли какой-то артефакт прошлой серии так он должен быть где-то тут все идем даже интересно машине через какие-то сейчас необычные проход зайдут тут иногда подсвечивается напряжение среднее не стоит делать ничего необычного то есть иногда прям низкая спокойно ходить и делать все что пожелаете да низкая а это кто поэтому теперь сейчас всех духов видим который вот подожди вот тут что у нас брамос это он дух ящера мы уже с такими говорили минуточку так во первых сюда тыкнил если бы не повязку у нее на глазах мне показал что она за мной следит это этим как у нас любят делать отсылки на ангелов даже а дух ящера остановиться мы с ним не общались ну-ка этот призрак но за он взывает ко мне единственный свидетель произошедший здесь бой не я обязан с ним поговорить это попросту не терпит от отлагательств махнуть рукой сказать чтобы он продолжал красный принц обращается к призраку ящера тот оказывается давно умершим сновидцем с архаичной манеры речи поющим песни на древнейшим наречием так даже так может сделать мелодия погружает их обоих в сон словно колыбельной через некоторое время красный принц рывком возвращается в мир яви право же и в самых диких на своих снах снах о демонах я не мог представить такого предназначить предназначение вы сгораете от любопытства какое предназначение в эту историю невозможно поверить и в то же время на абсолютно бесспорно истина если задуматься вся наша раса все ящеры мы когда-то мы были драконами великими красными дракон каким-то образом тысячи лет назад мы измельчали потеряли крылья и утратили память о том каким величием обладали когда-то на сегодняшнего дня чем-то в чем-то вам это все не нравится попросить его объяснить эти последние слова я должен стать отцом драконов а она красная принцесса их матерью я ведь рассказал вам они не так ли нет а тайне дур а тайне души моей всю свою жизнь я считал что она лишь плод моего воображения сон во сне но она реально она здесь я должен ее найти подумать только все это время она ждет меня здесь на расстоянии древнего перехода идемте же ранам выступать на север согласиться сказать что вы до сих до смерти хотите выяснить правда ли это все чего не отнять того не отнять не следует забывать что за нами по-прежнему охотится дом теней сновидец которую я встретил смог уйти от них одним лишь способом сбежав царство снов по плоти и может теперь вернуться обратно многие жертвы были принесены дабы мы с ней смогли дать жизнь новым драконом и я позабочусь о том чтобы эти жертвы не были напрасны красный принц поворачивается к призраку и благодарит того за помощь призрак завершает пение а с ним и свое пребывание в этом мире а ну да это он тут был а почему его прошлый раз не было я прям уверен что его тут не было прошлый раз да странненько так туды нам на выход кричал а выход но никто выйти не сумел на это грёб пепел а наверно не очень пою человек в короне здесь покоится старая госпожа борис на могилу не плевать здесь покоится безменный путник кошелек спас его от беднишка от бедняцкой могилы но имени ему мы так и не узнали о нового не повезло так ну чё нам челда старкин расскажет а это вы но как нашли что-нибудь в гробнице старый сурей попросить чтобы он напомнил вам еще раз что вам нужно найти показать ему найденный предмет это то что ему нужно он кладет руку на артефакт этот начинает монотонно напевать неизвестным вам языке попробую попробую зачитать оданша ванны думарова на вор гри вились а венуаре дмс ухо ой нет кстати опасно говорить какие-то непонятные слова которые ты не понимаешь потому что мы недавно посмотрели восстание зловещих мертвецов ну вот посмотрите или обзор хотя посмотрите не не стоит короче особенно если это латынь что-то говорить предмет продолжает значит это правда анафема здесь а скажите-ка больше там ничего не было каких-нибудь других без безделиц сказать что вы устали от его нет недомоглок эта штука с вами говорила так что придется ему выложить все на чистоту немедля вот теперь я снова вспомнил почему-то предпочитаю работать в одиночку хорошо эту рукоять легендарной анафемы меча способна уничтожить кого угодно даже бога только подумайте каково это держать в руках силу способную погасить солнце искренне тень медь жизни и смерти греха и чудо орудия выстояния я могу восстановить анафему но у нас есть только половина артефакта нам все еще нужно найти клинок к счастью рукоять повидала где его искать на острове кровавой луны рассказать таркину что произошло в гробнице суреев остров хранилищ бла-бла-бла жрет сурей все такое прочее ухты указывает точное место я отмечу вас на карте изгнанный демон заточенный стеклянном мече рукоять принес сюда кто-то из суреев что неудивительно умом умом это семейство не отличалась что я могу сказать даже без половины демонического меча могла свести с ума этих не слишком-то здоровых людей бьюсь об заклад они вздрагивали всякий раз завидев черную кошку на дороге он все это время искал анафем сказать чтобы забыла не ему следует повидать правду сама сказать что вы поищите второй фрагмент сказать что если он хочет от вас что-то еще то пусть позолотит вам ручку не знаю пофиг что ж возможно вы не слишком умны зато отваги вам не занимать остров горова выл он и ждет вас друг мой дорога будет не близкой но за это время я успею подготовиться к работе встретимся на борту госпожи мести арки не дожидается ответа его внимание уже переключилась на что-то другое где опыт скотина без опыта что у нас тут вместо устремлений черной копии но нам в черной копии так то как нам пройти тут тут пройдем по идее через кладбище можно пройти вот здесь дверь что это где что то есть неплохо и тут что-то над вами нависает статуя без головы по стаменте видны такие же царапины как и на соседи оплаты ее повернуть сколько бы сил вы не прикладывали статы даже не шлохнет пытаться починить статую и надо починить останки ящера ну что они делают в людской части кладбище что-то здесь не так много ящера вы касается танков ящера за гривкой вы чувствуете легкий ветерок и слышите потусторонний ох нифига вас тут народу дух виленска кривые ну давай поговорим эй помоги мне хорошо так спроси в чем дело какой-то идет зарыл мое тело в могилу а корм червям так я не смогу обрести вак и станки нужно похоронить по древней имперской традиции вечный огонь горит в той части кладбища где упокоены ящеры умоляю брось мои кости в пламя освободи мой дух иначе мне никогда не обрести покоя тьфу мне следовало знаешь что такие как ты потребует платы хорошо сделай как я прошу я тебя от благодарю сказать что вы нашли часть его останков хорошо отнеси их вечному огню сожги их и освободи меня так это дух летописца это чё за корнишон подожди это дух вот этого че дух археолога ну что он расскажет где у нас башка призрак постукивает ногой скрестив на груди руки а то всех отвлекаешь скорее на раскопки пока императрица не увидела подожди нет это этот это из-за моих шмоток первый был из-за как тип пожирателя 2 и за поступи пожирать на себя он так наверное вот этого надо повернуть я что-то вижу повернуть статуи вокруг оси статуи кассе блин а где теперь искать эту мушку где-то где-то заперто попробовать починить может какая-нибудь уметь голова нет ну блин где тут искать эту башку межне туда и и да вот это самое опасное в продажах потому что можно продать что-то что-то нужное вот вот еще какие-то приколы есть вот зачем сюда можно что это здесь что то есть помоги мне я тут внизу такой великий ум не должен прозрабять так f5 согласиться но пусть он только попробует вытреть что-нибудь и такая не волнуйся ничего такое во мне нет я вроде лопату брать блин я же брал лопату точно помню специально для этого скелет пытается стряхнуть играть со своих гремящих костей но хмурится виде результаты многочисленных трещинах и выемках все еще остается влажные комки спасибо вероятно ты ждешь награду за труды свои но у меня как видишь ничего нет кроме ну ты знаешь тростевиков он тыщет пальцем свой череп я видишь ли философ что неудивительно учитывая сколько у меня было времени на размышления так сказать что годы проведенные в земле должны быть сильно притупили его чувства ты зомневаешься в моем интеллекте может быть считая что глагол лишь больше истины чем я дипломированный вещатель истины скелет умолкает вздыхает затем с хрустом расправляет спину решим этот вопрос с помощью связи душ битвы разум пусть мироздание решит кто более достоин познать истину правду о себе ты или я слабым духом может не пережить этой связи я уверен что с тобой все будет в порядке клинку лун обык знать значит он говорит что эта битва может окончиться для вас смертью битва штока опасная разве не в том случае полагаю так оно и есть даже когда борешься собственной смертью разочарование может быть губительным для слабых воли вы сможете осадить этого не дамину отказаться пройдет битву разум пока вы не узнаете о нем больше может быть другой раз так ну вот с ним бы я точнее за него бы я с ним поговорил доводилось ли тебя встречать истинного философа он тычет пальцем сказать так прищуриться что-то он не похож ни на одной знакомых философов спросить в чем суть этой связи душ все очень просто мы соединимся нашими душами откроем друг другу самые сокровенные свои убеждения такая маленькая невинная дуаль обидит искренне и свои убеждения проигравший же это прекрасно а теперь коснись моего ребра вот здесь да где у меня было сердце вы касаетесь его ребра но ничего не происходит по крайней мере до той поры пока вы не пытаетесь убрать палец он застрял словно приклеен ну что мыслитель ты наш первый вопрос в чем смысл жизни мой ответ при умножении знаний отличный ответ верно посмотрим сможешь ли ты придумать что получше так ответить что истинный смысл жизни люби других так сильно как ты можешь сказать что смысл вашей жизни наслаждаться каждым и мгновением пожать плечами что в ваших черепах все еще есть мозги насколько же глубоко могут в действительности быть его мысли вы начинаете сомневаться своем ответе в ту же секунду что он срывается с губ ваше тело дрожит а вы все думаете в чем же действительно смысл жизни несчастная ты жалкое ничтожество вот что бывает когда пытаешься общаться с неокрепшей душой ничего может хотя бы на следующий вопрос ты ответишь скажи мне умник существует ли свобода воли я отвечу нет боги следят за каждым нашим шагом ну что попробуй вставить меня теперь ответьте что мы ограничены исключительно рамками своего ображения нет никаких внешних ограничений для того что мы можем достичь и куда можем сказать что вас больше интересует как вы можете разговаривать ними голосовых связок как я мог быть таким простым когда истина настолько огромная что ж я не позволю тебе обойти меня снова скелет низко склоняет голову затем резко и вздрагивает если разница между добром и злом истина уже в том что разницы нет есть только поступки их последствия как я тебя а заявить что у каждой культуры устанавливаются собственный моральный кодекс в этих кодексах понятия добра и зла были жестко регламентированы вы чувствуете как рушить связь между вашим пальцем скелетом вы быстро дергивайте руку истинность вашего последнего ответа успокоит но этого недостаточно чтобы заглушить боль раздираешь у вас ра ваш разум душу и тело сила и и нарастает он растает какая жалость щупы ля сел убил фейна 5 вам пойдем за челла тогда поговорим так дальше сказать что угодно и там спасибо этой мудрости дальше 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 вы сможете осадить далее он сам уверенно челкает челюстями ответить что истинный смысл жизни люби других сказать что смысл жизни наслаждаться каждому ответить что истинный смысл жизни любить других так сильно только можешь за херня для нет не то сделал что тут есть такая загрузка ничьи чё ничего не понял я загружаюсь только после смертей то есть чё можешь за лаусу с ним надо лаус сейчас его пристроить быстро отказаться проводить эту битву разум пока вы не узнаете они больше погнали хихикнуть над его ответом главное сокровищ жизни это радость и нет смысла вашей хотела скелет проходит волна дрожи от головы до ног затем обратно мироздание с тобой согласна может ли так быть что я не знаю смысла собственного существования и шутник и еще до его сейчас разкирачит не важно пошли тебе меня не обыграть скажи умняшка существует ли ты свобода воли ответить что мы ограничены исключительно рамками своего воображения нет никаких внешних ограничений для того что мы можем достичь и куда мы можем отправиться как я мог быть таким простым когда истина настолько огромна если разница между добром и злом блин а кем а чем чё ну ок я первый черный я не понял ну типа окей почему у нее больше нету вариантов каких-то своих а тегов бен мезде вообще не было никаких вариантов она хотя бы смогла его первых два расхерачить так но остался лан последний красный принц потом я вы сможете заявить что у каждой культуры устанавливать собственный моральный кодек чё не понял так последний раз за фейна пробую и валим с ночь замуж надо умереть а потом к нему еще раз подойти типа второй раз ты со мной так это не справишься вот мы за фейна уже умирали основа наш философ смотрю отправился от экзенциального кризис в общем надеюсь ты найдешь мудрость которую так ищешь но не у меня шубить его тебе не уйти от собственного существования ничи с ним не получается сделать ну что могу сказать это печально мне куда-то шел я уже забыл куда я шел так сюда мы когда-нибудь вернемся обязательно обещаю так тут какой-то проходят съесть лифийское древо предков даже я признаю его красоту у у кого нет истока что он предлагает учета сделать пока непонятненько так надо вот сюда кинуть блин а у кого они там красного дыры дыры кича ну и чё ну мертвый ящер а как чтоб она запрям сгорела а о ты очень сильно мне помог мой друг а теперь меня ждут чертоги ура огненная стрела громовая граната блин граната крутая вещь ладно это ультра халявный ультра халявный кто опыт что это ультра мега пупер халявный опыт так мы и не не нашли голову уж с этим поговорить призык не отвечает вам хоть в его взгляде читается боль ну ладно значит надо будет где-то найти голову о вышли дождь пришел кто у нас тут гиргуру свод ну что ты нам скажешь стоять мужчина ходит зад вперед нервными движениями набивает трубку его лице читается дикая усталость руки в пятнах засохшей крови он замечает вас если тебе нужны лекарства или исцеление лучше поищи где-нибудь в другом месте у меня слишком много работы сейчас так приподнять бровь при виде трубки и заметить что курение не самая полезная привычка он писает взгляд на торчащую из рта трубку и устало пожимает плечами ну я и не оправдываюсь и вообще ты бы так не говорил если бы знал что за день у меня сегодня мужчина поживает кончики трубки выпускает облачко дыма затем вынимает трубку из рта и прощает горло у меня новая пациентка молодая девушка в очень тяжелом состоянии я делаю для нее все что в моих силах для этого мне нужно сосредоточиться так что он молча указывает трубкой на выход и предложить помощь слушай это тебе не сломанную ногу придержать пока шину накладывать случай серьезный и опасный и думаю что я шья не думаю я что ты сможешь помочь сказать что вам ничего не стоит убрать его с дороги если вы захотите в его же интересах позволить вам ему помочь провал ваши убеждения 4 требуется 5 нет а теперь уходи у меня много работы я зайду руки прочь в чо как-то как его оба красть сказать что не очень-то похож на целителя я сельский целитель парень усек сами следы крови не новая пациентка сказать что вы владеете искусством врачей врачевание готовы помочь он ученый я думал он дурачок ладно можешь помочь бери ключи и спускайся в подвал встретимся внизу главное будь осторожен она и так сильная колдунья истока но то что с ней сделали извратилы и тело ее и разум я ее не на ровно не на ровном месте в подвал запер запер могут дать все мирным путем сделали неплохо куда он пробовал а вот так стоп f5 узнаю щас начнется fight резкий о дожди натали бронхет сильно пострадал но все же еще очень сильный будь осторожен по подвалу склоняется существо чем-то напоминающая женщину она замечает вас издает рокот от которого кровь стынет жилах она нас чуть-чуть говорит тихо никаких резких движений понизить голос поинтересоваться что-то не призем медленно по 5 назад к ведущему наверх люку если ты и напугаешь она снова рычит громче зле и вы слышите что она бежит на вас что какой у них руль уровень а у меня у меня 10 но опять говно ну погнали призываем нашего слизня ну надо ее гасить я уверен лютые и гасим так я хочу на себя вот это повесить плюс прыжок а где у меня прыжок или у меня атака в прыжке было что-то что-то чья-то нормально равный дротик так надеемся что убив эту девку мы убьем всех потому что собака была так собака призвала какую-то хренатень и все в принципе было нормально морозный электрический боевой ядовитый хрен какой-то кто это отчет отчаяние натали просто два удара лауса мертва хорошо на из урон хорошо на из урон на из у них урон так надо ее в сон кинуть на всякий случай о атака по возможности сбежать хочешь блин ну чё такое это говно валить но я их не убью мука натали натали утоли мои печали но я не знаю не это был к за когда-нибудь верну мы десятый уровень десятый уровень если эту девочку мы еще убили то ладно этих два буин я думаю с двумя мы еще справимся ну четыре но но угад плейс ноу так как нам туда пройти это вот эти черные копии нам надо откуда-то отсюда как-то вот сюда идти мы так пойдем цезарский гриб очень надеюсь что мы там где-то в копиях найдем какую-нибудь халявный опыт апнем себе 11 придачи пэс пэс путишь майонез мохнатый пэс не подходит близко он опасливо коситься на вас и шерсть у него на загривке встает дыбом ты беглец тут все беглецы все бегут все бегут от чего-то сказать песик что вы тоже беглец дал всех этих беглецов убежал от плохого очень злой хотел меня скормить паука даю могу нюхать плохих и хороших райкер плохой расспросить про этого райкера верно ли вы понимаете что от него стоит держаться подальше ой очень плохой дом мне нравился большой каменный дом много много костей можно рыть устные кости когда я его понюхал узнать какой он бежал 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 он боязливо делает к вам пару шагов и нюхает воздух вокруг сосредоточенным морща нос пахнет не собакой пахнет волком но неплохо как райкер хороший волк ого он подскакивает и принимает вылизывать вам лицо от него несет могильную землю и древними костями у вас на щеке тут же появляется аллергия кожа краснеет и начинает зудеть я бы умер я щас так сказать на такой грани держусь что будет у меня люто прыщики не пошли пёс отбегает и начинает обнюхивать всех вокруг вам награду остается его одобрение и чесотка спасибо бля а чё долго урон им а долго это будет как ее убрать каменной броней и благословение первой помощи у меня есть первая помощь но из даже 5 ну ладно идем непонятно что у нас тут будет поджидать игра сохранена огонь это место не успел я прочитать так гаретт о лом чем копает тут гаретт монотонно трудится кивнуть на кучу земли в чем дело гаретт замирает потом медленно поворачивается к вам его дыхание ровное голос монотонный я копаю могилы для убитых родителей будь добр прояви немного уважения гаретт гаретт берется за лопату но его ритм сбивается он останавливается повисает гнетущая тишина которую никто не наруш не решается нарушить извините вы не знали нет конечно не знал пробужденный я видел как кровь искателей проливается на песок шел по трупам на палубе госпожи мести но когда на тебя смотрят мертвые глаза твоей матери я просто не знал не знал какая тьма ждет после боли теперь теперь я знаю предложить разыскать виновных вы принесете ему их голову я уже знаю кто виноват любимчик гедалис это же так удобно послушные чудовища делают всю грязную работу чтобы белым не приходилось пачкать свои белые одежды эти мерзкие зловонные твари до сих пор в доме чтобы все почистить явились паладины воевалюциана говорят они будто сами в это верят город резко отстраняется он бросает взгляд на незаконченные могилы и вздыхает задрожав я тот кто молился это была долгая нескончаемая молитва сколько еще нужно просьб сколько слез мне еще надо пролить скользко еще потерять чтобы боги услышали меня город силы выдыхает и смотрит мимо вас настоящий неподалеку долг вы боитесь что лопаты в его руках сломается пополам так ифан быть с ним откровенным и сказать что в разрешении своих проблем не стоит рассчитывать на мертвого боже мертвого божество сказать что вы понимаете его ярость но он должен взять себе ухо у меня нет времени на пустые банальности особенно от скулящего волка которого семеро избрали своим особым любимчиком вы можете покляться что слышали так как стучит сердце гаррета она несется быстрее чем оседленный жеребец так память герой вспомнить слова лица глупец поддается ярости мудрому смиряется он не должен поддаваться первому порыву о лол направили гаррета на путь прощения о вот его стиснутые зубы сжимаются еще сильнее тогда гаррот не выдерживает его защита раз рассыпается на куски слезы блестят в глазах и скажем движением век жемчужины горя как катится по щекам мои родители они не заслуживали такой судьбы и были добры честный куда более честным чем я сам я бы собственную жизнь отдал чтобы вернуть их 9 так и так и не сказал в последний раз что люблю так и не попрощался с ним ты прав здесь больше нечего уже не сделать да простит меня лица и прошу тебя пробужденный прости меня и ты на раз халявный левел на положит джакат я вижу что ты задумал руки прочь два паладина которым говорил гаррот спорят перед дверью скромный фермерский дом спросите их что здесь признал шагнуть вперед и приказать дайте сторону чтобы вы могли войти в дом так убеждение восприятие вот силы билет им открыть дверь пока вы и не выбили провал ваше убеждение 4 требуется 5 то вряд ли и лезть не в свое дело так понятно нам уже сказали так восприять сказать что вы наемники которых команд командование пол паладинов прислала им на подмогу провал ваше убеждение 0 ждем уровень чет за проход семейная ферма гаррета да ну конечно ты себе местечко выбрал для поля ой для о это вот отсюда нападают на нас эти как называется в 5 пугало быстро сохранение завершено может мы можем отсюда пару пугал оба произошло отсюда пару пугал пострелять или что они неживые или это не отсюда подожди а и это не отсюда пол просто какой-то проход это не эти пугалось похоже я в общем решил игра сохранена мертвый магистр по крайней мере магистр точно погиб не отмечаю что то тут происходит и короче решил о кто и до крыло и щаде 13 уровень мне не рановато сюда ли вообще идти ладно сейчас попробуем подожди там еще тронутый пастотой кабан но он ка попробуем мысли ну сдохнем ну сдохнем и сдохнем погнали магистры вроде за нас надо было призывать а я сейчас телепорт ну лоусу вот сюда будет сверху стрелять вот еще и дам не ускорение сам еще максимально подойду куда-нибудь так ну здесь тоже начнем с этого закончим этим так пигнали значит спокойствие духа бабаски воодушевление гигабабаски и гасим позиция выше плюс тридцать урону миллион 70 урона а тут еще два кабана то есть четыре противника всего но у нас там еще два союзника так то может что нибудь и получится эту штуку хочу вай 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 тушь такой хочу какой не уровень не только не лоусе он началось началось так ладно они стоят мы можем сделать так бам еще сюда б и наверное ну все бежит бежит беги туда конечно хотелось бы такой же урон хорошо нет ну с этими двумя челами возможно мы и справимся у меня с руки ну уэфа на бен мезде хотя бы нормальный урон так что могу сделать надо чуть-чуть подойти вот коснется и коснулся что вообще с уроном все жестко захилить бы этого чела как-нибудь да вокруг много крови поклятие приезжает различные сопротивления ядовитый наконечник кислота ночи как у нас этот пока цены но мы можем два раза в него выстрелить хорошо ультра хорошо ну и похилимся потому что вот этого похилить это то у нас этого мы если чего не возродим серьезно квейн убежал все это время типа этот чел может соло справиться если чего лоусу я какую-нибудь возродить и могу так бам плюс бам я не могу вот тогда вызовем вот этого челика чел у нас тут сейчас со всеми справиться ну ладно не со всеми так это пойдем сюда бить ого им прикольно это у нас ядовитый меч да поэтому хорошо и не улетает жук куда он домой так и но это кстати как-то неправильно по ум работает что он дома так чё попадем по него цель слишком далеко мы можем к нему прыгнуть сюда добиваем блин так хотелось кстати мог они не мог у меня и так этот ну ладно ой щас у ю ю ю ю ю ю ю ю и наконец-то от 0 уровень ура осталось два челика ну что пигнали куда можно призыв кондора и контур у меня исчезнет тогда блин червя зашел подожди туда и вообще нельзя пробраться пойдем тогда этого бить так фейн у нас типа почему он фуловый он же был мертвый почти хорошо пусть 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 а он еще есть но мне не хватит полетел ну кого-то не того проклинает у серьезным а так ладно все там кабан был рядом он лоуса забрал исток но не говно так это чё мужик умер ну уже пофиг на него так я могу чуть кинуть фейерверк фейерверк типа не хочу ничего с ним делать больше и вот сюда и лютая добивочка идет есть чё нас нами поговорит так во первых мы залутаем нашего чел челдосом который тут погиб он пустой если магистры благодарна вам за помощь это никак не отражается на ее мрачным перепачканным кровью лице иди своей дорогой тоже захреначить опять хорошо а у нас же еще есть кабанятина так мертвый обыватель денежка тронутый пустотой кабан чум красный ну там контента конечно люто навалили фейерверк фейерверк туманный кристалл редкий кристалл очень жаль что из-за чего-то вроде облака внутри он потускнел так муж это переход это залутать мы они этот переход 5 чтобы остановить нефтяной поток так ну предлагаю нам прокачаться точно нам надо там убеждение друзья убеждение когда мы сможем качать это мирное умение он это еще не скоро пон так сила 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 так 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 почему вкачать был наручная стандарт стандарт ли так гуэму память и интеллект плюс почему от вручную это у нас из-за какого-то чего-то возмездие стойкость устанавливает магическую броню вот бы два огненных жезла каких-нибудь крутых все я молчу наконец-то нормальный дэмэш наносить так ловкость ловкость дальний бой так вот этому мы все еще думы дать ему ту стойкость но он должен люто танчить этому возмездия пойму телосложение даже ловкость ему не хочет скачать память восприятие чего у него есть и способности которых нет адреналин немедленно ведущих а действия говно говно супер говно он и так может использовать их даже не надо качать память короче телосложение как вот как бы а гор на себя вот что можно вкачать чтобы а гор ловить лютый восприятие влияет на ваши шансы критическую удар инициативу и способны замечать ловушки спрятанные сокровища чё я и не качаю восприятие надо и качать восприятие все короче ловкости и так дохера будем еще с восприятие на следующем уровне качать ладно телосложение так телосложение ну все думаю на этом мы закончим тут у насчет и очень конечно интересное происходит мертвый бык что-то тут прям гигалюта вам давайте вот это залутаем хотя нет сейчас начнем лутать начнется необычная хренатинь нафиг всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайк увидимся в следующей серии 9 original sin я по-моему начинал говорит так не сказал я в общем чтобы не перегореть я буду играть вот один час в день ну-ка тогда я снимаю видео вот один час в день буду играть а потом буду играть каких каких ну какие-то другие игры начну проходить чтоб когда дивинити вышел у меня уже был еще плюс видосы которые я ну игры плюс видео про питер всем всем пб